Здравствуйте! Нам очень интересно узнать о вашей специальности все, как вы в нее пришли и, в частности, как вы обслуживаете здесь наших любимых питомцев, кошечек и собак. Кстати говоря, кого чаще приводят, кошек или собак, на обследование? На самом деле, в целом, наверное, процент идет 50 на 50, потому что, ну, чаще бывает так, что дни чисто кошачьи, дни чисто собачьи. Елена, скажите, наблюдается ли какая-то тенденция больше породистых животных или больше животных, которые берут из приюта, они безродные? Сейчас наибольшая волна пошла все-таки на то, что владельцы стараются брать своих животных из приютов, потому что в приютах, на самом деле, огромное количество как раз-таки породистых животных. Кто-то выкидывает, кто-то оправдывается аллергиями. И, собственно говоря, так они попадают в приюты, но люди стараются все чаще брать именно их. Как вы думаете, брать животное из приюта – это правильнее, чем покупать животное? Не-не, неоднозначно. Здесь все зависит от того, чего хочет человек. Кто-то хочет спасать, кто-то хочет завести красивую картинку. Многие говорят, что безродные животные, с ними намного тяжелее, они неуправляемые, а породистые животные, у них что-то заложено уже в породе, то есть можно под свой ритм жизни, под свой стиль жизни подобрать то животное, с которым тебе будет комфортно. Это правда или миф? Это относительно правда, потому что действительно породистые животные, они априори изначально идут уже с каким-то темпераментным, построенным конкретно под породу. Но, опять же, стоит брать в пример, что исключение есть как у породистых, так и у беспородных животных. Потому что бывали примеры, когда беспородистые те же коты, те же собаки были гораздо умнее, гораздо послушнее, чем те же породистые, в которых в качествах изначально все было заявлено. Что касается породистых животных, они ведь наблюдались у врачей. А если животное из приюта к вам их приводят, сразу после того, как взяли, или с улицы подобрали, какое медицинское обслуживание им вы предоставляете? Если жалоб нет, если владелец уверен в том, что животное клинически здорово, он может прийти в плановом порядке на обычный клинический осмотр, осмотреть животное, получить какие-то рекомендации по тому, как его содержать. Если, соответственно, он уверен в вакцинациях, сделанных в приюте, то он планирует вакцинации, соответственно, тем данным, которые он получил. Если данных за вакцинацию нет, то приходят и делают уже вакцинацию своему животному у нас. Но если животное с улицы, то там однозначно у него никаких вакцинаций, скорее всего, не было? Скорее всего, нет, да, поэтому животных с улицы забираем, обрабатываем от блох, клещей, от глистов, наблюдаем. Если, по мнению владельца, животное здорово, то приходим на вакцинацию. Это приемный кабинет, да? Это приемный кабинет, да. Сюда приводят животных, чтобы на производительный осмотр. Я смотрю, тут очень много разных приспособлений, вакцин. Можно даже сравнить с приемным кабинетом для людей. Покажите, расскажите, чем чаще всего пользуетесь? Когда животное приходит на прием, мы сначала просим владельцев присесть, рассказать нам об этом животном, чтобы понимать, с чем мы работаем, что от нас хотят. В дальнейшем, уже, соответственно, сопоставив данные анамнеза, мы просим владельца поставить животное на стол, и дальше начинается осмотр. Чаще всего, соответственно, это фонендоскопы и градусники. Слушают какие области? Прослушиваются сердечные ритмы, прослушивается дыхание и, по необходимости, брюшная полость. Скажите, а вот что можно чаще всего услышать, прослушав сердечное биение и дыхание? С чем чаще всего встречаетесь? При аскультации можно услышать хрипы как в верхних, так и в нижних дыхательных путях. Соответственно, в зависимости от того, где они находятся, мы уже понимаем, с какой проблемой мы имеем дело. Если это нижние дыхательные пути, то это уже более серьезно. В таких случаях мы стараемся владельцам рекомендовать съездить на рентген. Когда мы аскультируем сердце, соответственно, мы можем прослушать ритм, каким он является. Мы можем прослушать, есть ли патология в работе сердечных клапанов. Как правило, когда мы слышим уже при аскультации эти патологии, в таких случаях отправлять действительно стоит владельцев к кардиологам, потому что это сердечная патология, которая также смотрится на УЗИ. Эхо сердца называется. И уже, соответственно, дальше кардиолог ведет этих пациентов, потому что стабильность у них считается условной. А какие бывают признаки того, что животное может быть заболело и нуждается в медицинском обслуживании? Соответственно, у животного может проявляться вялость, апатия, отказ от еды, изменение похода в туалет. Учащенные, более редкие, жидкий стул, рвота, отдышка. На самом деле эти симптомы достаточно хорошо видны владельцам, и они сразу приходят. Распространенное мнение, что нос сухой, по-моему, это нехорошо. Это правда? Это неправда. Нос зависит от того, как часто животное его облизывает. Вот здесь что существует? Какие приспособления? Некоторые покажите нам. При постановке катетеров, при взятии проб крови мы используем машинки, чтобы забрить шерсть, потому что у животных, так как у человека, сразу не поставишь катетеры, не возьмешь кровь за счет наличия шерсти. Ножницы, градусник, собственно, тот, который используется при измерении температуры, дальше он обрабатывается, убирается. Это обычный градусник, как и для людей? Обычный человеческий градусник, разве что он электронный, для того, чтобы за считанные секунды померить нам температуру. Елена, скажите, какие сейчас будете процедуры проводить? С чем пришел? У нас повторный осмотр, соответственно, животное подобрали в канун Нового года. Животное подобрали, к сожалению, с лишаем. Соответственно, да, когда первый раз к нам обратились, при просвечивании животного ультрафиолетовой лампы у нас была новогодняя елка, которая светилась вся. Поэтому, собственно говоря, животного побрили. Похож он у нас несколько на корни Шрекса. На самом деле это обычный беспородистый котенок. Сейчас мы повторно будем его просвечивать лампой, смотреть, сохранилось ли еще характерное свечение для спора грибов. Вы часто пользуетесь в ветеринарной клинике? Ну, прививки раз в год делаем животное, вот так скажем. А так, по надобности, если что-то, что-то я сама могу, если что-то уже не справляюсь, тогда вот иду за помощью. А у Елены вы уже не первый раз? Второй, получается. Давно мы были уже в клинике. Но вам здесь нравится ослуженность? Да, всегда нам нравился до этого девочки. И сейчас вот Елена Николаевна вообще замечательная такая, приятная очень. Это остаточно. Это еще споры светятся. Пока что придется ее изолировать и по возможности, на самом деле, побрить повторно. Как вы думаете, на вид сколько котенку? Так, три с половиной. Да, порядка трех с половиной. Это более точно можно определить, конечно, в момент смены зубов. И, соответственно, в среднем котенок набирает в первые месяцы жизни по полкилограмма за месяц. А как вы будете отслеживать, сколько ему лет? Вообще, как вот это происходит, возрастной критерий? На самом деле, подобранные котята абсолютно наугад. Елена, а как вы находите общий язык с животными, которые к вам приходят? Я их слишком сильно люблю, поэтому... У них нет вариантов. Да. Елена, а бывали случаи, что животное агрессивное? Как в таком случае быть? Бывали случаи. Здесь, на самом деле, в большей степени зависит от того, насколько хорошо владелец держит и насколько быстрая реакция. Реакция врача, реакция владельца, потому что это непредсказуемо. Даже абсолютно спокойное животное может проявить агрессию. И, собственно говоря, никто от этого не застрахован, гарантий нет. Несмотря на то, что существуют действительно техники безопасности, с животными мы не можем этого предугадать. Если владелец знает заранее, что животное может проявлять агрессию, соответственно, с собаками приходят с намордниками, владельцы сразу предупреждают. Кошек приносят, также существуют кошачьи намордники. В вашей практике были случаи какие-то такие, вот, самые яркие? В моей практике был случай, работала я, соответственно, в другой клинике, работала рентгенологом, делала рентген. На что абсолютно спокойная кошка в какой-то момент ей надоело то, что мы ей занимаемся. Она повисла у меня просто на руке. Да, она повисла зубами на руке и было не очень приятно. Вгрызаются они до победного. Но как-то кто несет за эту ответственность? Никаких претензий не возможно подъявить, да? Нет. Это просто изъяны работы. Это, да, издержки профессии. Так, вот закончили осмотр котенка. Теперь дальнейший процесс рекомендации. Рекомендации, корректировка первичных назначений. И, соответственно, в дальнейшем просто направление на повторный осмотр. В рабочий день большинство вот именно таких вот, да, приемов, операции или какие-то другие обследования, это реже? Операции ведутся под запись. И хотя бы раз в день операция бывает или даже, может быть, реже? Может быть, реже. Может быть, раз в неделю даже. И ведете их так же вы эти операции делаете? Или другой специалист? Все врачи, которые у нас есть на приеме, они так или иначе задействованы в хирургии, но, соответственно, в разной степени. Мне больше интересна терапия, инфекционные заболевания. Елена, на мой вопрос, как вы находите общий язык с животными, вы сказали, что вы просто их очень любите. А вот с чего началась эта любовь? Любовь началась абсолютно случайно, причем достаточно, ну, может быть, с неправильной историей, может быть, с правильной. В 11 классе я планировала поступать в медицинский, но семейные обстоятельства сложились иначе, и несколько категоричное отношение стало именно к человеческой медицине. Собственно говоря, на тот момент, учась в химико-биологической школе, мне предложили попробовать съездить на курсы в ветеринарную академию. И, собственно говоря, с этого и случилось мое знакомство с ветеринарией. Любить со стороны, гладить дома, содержать это одно, работать с ними было первое время достаточно тяжело, потому что нужно перестроиться. Все-таки достаточно часто приходят владельцы и задают вопрос, как вы можете так спокойно реагировать. Никто из врачей спокойно не реагирует, просто все со временем учатся это как-то не показывать эмоционально. Это уже седьмой год, и я здесь. А как вы относитесь к усыплению животных, когда приходят владельцы и просят усыпить животного? По законодательству, наконец-то, с 1 января 2020 года, на документальном уровне, это запрещено только для животных, которые неизлечимо больны. И это не так, что пришел пациент, сказал, мое животное неизлечимо больно, усыпите. Нет, это только после того, как действительно врач убеждается, смотрит анализ животного, собирает анализы, убеждаемся в том, что действительно животному нельзя помочь. Соответственно, если у животных есть шанс, на самом деле стараемся их направлять... Чаще, да, это тяжелые животные, им нужны интенсивные стационары, направлять их в какие-то крупные клиники, где интенсивный стационар есть. Но в целом я стараюсь избегать данную манипуляцию. Какими лекарствами в основном сейчас вот здесь у нас, в Ленинской станции ветеринарной, лечат животных? Это больше человеческие препараты или специализированные для животных? В большинстве своем ветеринарии в России, увы, пользуются медицинскими препаратами, потому что что-то не проходит сертификацию, что-то не выпускают к нам на рынок. Вы сказали, увы, значит, это плохо. Значит, существует на Западе лекарства для животных непосредственные, да, больше, чем у нас имеется? Непосредственные лекарства для животных, они исследованы, они адаптированы все-таки под животных. Понятное дело, что аналогов у медицинских препаратов много, но это другие дозировки. Бывает так, что, назначая владельцам препарат, таблетку нужно делить на 10 частей, чтобы дать на вес животного. Поэтому это не всегда удобно. У вас само есть животные дома? Да. Сколько и какие? У меня одна кошка. За неимением, на самом деле, времени, за неимением площади я не могу себе позволить больше. Я хочу собаку, но это в планах. Ну, а вы какой доктрины придерживаетесь? С приюта, с улицы или покупать? Кто бы это ни был, кошка или собака? У меня кошка с чердака, с моей дачи. Ее забрали оттуда в мороз, когда мать кинула котят. Одного котенка не выходили, одна осталась. Ей 17 лет. 17. На вашей практике какой максимальный возраст вы встречали кошки и собаки? 25 лет кошке. Собаке надо смотреть по породам. Чем крупнее порода, тем меньше период жизни. Какими надо обладать качествами человеку, как вы думаете, чтобы быть хорошим специалистом, ветеринарным врачом? Ну, соответственно, у каждого специалиста, у каждого ветеринарного врача за ним стоит врач, у которого он учился, и многие перенимают. Ну, соответственно, общаясь в кругу знакомых врачей, тех, у кого училась я, на самом деле, главная честность перед владельцами. Взаимодействие с животным – это одно, но вам приходится взаимодействовать, это двойное взаимодействие, получается, еще и с владельцем, да? Бывают какие-то, может быть, неадекватные люди, которые пытаются что-то свое навязать, или которые считают, что они знают больше, чем врач? Вот было такое в практике? Такое в практике есть, наверное, у любого врача, как у ветеринарного, так и у медицинского. Чаще бывают столкновения с владельцами, которые не воспринимают многих врачей по возрасту, недооценивая. Бывают, приходят владельцы, нас уже лечили. В таких случаях, на самом деле, либо предлагается альтернативное лечение, если врач, там, я, либо другие врачи не согласны. Либо, соответственно, рекомендуется обратиться к своему лечащему доктору, соответственно, с тем, с кем владельцам было комфортно. Потому что большое значение имеет содействие владельца и врача. Что надо делать владельцу, чтобы его животное было здоровым, хорошо себя чувствовало? Может быть, раз в какой-то период посещать врача? Вот какую бы вы дали рекомендацию? По рекомендациям, соответственно, такое негласное правило, что до пяти лет животное считается условно клинически здоровым. Всем животным, независимо от возраста породы, рекомендуем делать ежегодные прививки. Прививка от бешенства, она на законодательном уровне ежегодная. Старше пяти лет я животным рекомендую раз в год диспансеризации. Это УЗИ и анализы крови. Мы находимся в операционной. Елена, что здесь установлено, чем она оборудована? Собственно говоря, по оборудованию у нас здесь немного, но как и должно быть. У нас есть сухожар, в котором перед каждой операцией все инструменты стерилизуются. Соответственно, инструменты собираются пакетами, наборами, в зависимости от того, какая операция предполагается. И сухожарятся. Также, соответственно, стерилизатор. Какие-то инструменты, которые могут понадобиться в ходе операции, но они не лежат в крафтовом пакете, мы добираем оттуда. Просим, соответственно, нашего помощника стерильными руками оттуда их достать. Кто-то ассистирует, да, врача, когда он делает операцию? Да, как правило, все операции производятся, когда два врача на смене. То есть вот у ветеринарного врача нет медсестры или медбрата? Есть оперсестры, есть ассистенты, но в нашей клинике такого, к сожалению, не заведено. Ну и стол, да? Собственно говоря, операционный стол, на который кладется животное, перед операциями обрабатывается, закладываются оперполя, вся операционная кварцуется, сам стол по себе поднимается. Да, он электронный, да? Он электронный, да, соответственно, для того, чтобы, если животное крупное, нам было удобнее его загрузить. И подрост врача, опять же, потому что кто-то у нас высокий, кто-то низкий. Елена, спасибо вам огромное, что рассказали нам о деятельности ветеринарного врача. Спасибо большое, что пришли. Рада была поделиться частичкой себя, своей работы. Будем вас ждать за прививками. Друзья, спасибо всем, кто был с нами сегодня на телеканале Видное ТВ и кто, как и мы, хотел узнать больше о работе ветеринарных врачей. Ждите новых выпусков программы «Мастер своего дела». С вами была Юлия Погосян. До новых встреч. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин